Девушки отдыхают Девушки отдыхают Юрист Михаил Присяжнюк Профессор сексологии Николай Бойко Певица, писательница Юлия Кувшинова Семья Трофимец обратилась на проект, оказавшись на грани развода. Давайте вспомним, как это было. Внимание на экран. АПЛОДИСМЕНТЫ А что ты кричишь на тебя? Ну ты пошел на меня, ты еще бесишься. Ну ты что, не нравится тебе? Мне все тебе не нравится. Ну ты что, это кто тебе доктор? Кто мне доктор? Не я тебя замуж забирал, ты меня забирал. Меня зовут Валентина, мне полный 23 года. У меня двое прекрасных детишек. Меня зовут Максим, работаю в медицине. Жена 4 года, двое детей. Они говорят, что я хорошая. В общей сложности ситуацию, до брака, до всего, я пригодил с ночной смены, я просыпался, меня никто не трогал. Как появились дети, я сплю, а ты мне начинаешь заебать. Вставай, я спать не буду, я не хочу, чтобы ты спал. Когда появились дети, ты сам общаться. Ты твоя лапша и брюкня уже надоела. Ты не сказал, когда появились дети. Я думал, что будет все хорошо. Будут дети, семья, будет как-то все, будем вместе. Я не думал, что будет просто превратиться это все с хорошего, просто в бат. Падла, твой ласт пошел в борт. Так давай, Бия, чего ж ты, чего? Вот то, что началось, наша свадьба просто со слез. Я уже тогда поняла, что тогда Бурман ничего не приведет. Чуть не уронила кольцо, когда мы чуть не... Было много-много знаков. Мы находили иголки, мы находили мелочь под ковром. Соль. По реке всему мы поженились и повенчались. Объясни мне. Все. Ну что это за показание? Пошел в ж... Я с топором вложу все. Это что такое? Это что такое? Скандалы, слезы, упреки, зависть. Я ухожу на работу, и происходят такие фразы от жены, что... Чтоб ты не вернулся домой, чтоб тебя застрелили, чтоб ты там кровью захлебнулся. Я развернулся, дал по лицу, развернулся, ушел домой. Я терпеть этого не буду. Я не позволю человеку желать мне смерти. Руку я на нее поднимаю. И буду поднимать до тех пор, пока она не успокоится. Вот уже год мой бьет. Он меня бьет. Было дело, что он даже бросался с ножом. У вас будет 21 день и ряд заданий, которые помогут вам повернуться друг к другу. Первое, что вы должны запомнить. Вам запрещено вспоминать прошлые обиды. Этот день вы проведете в роли своей жены, исправитесь... Утащить людей, как бы все. Папа, поймать. А риску какую-то, ну кому-то заебал. Пи***ц, я там мозг выносит просто. Это нормально все называется? Чего шумим? Нарушаем тишину, жалоба от соседей. В чем проблема? Во всех документов нету. У меня есть папороты через крючок. Вы нарушаете тишину, молодой человек, много разговаривая. Это проблема. Гулянка закончена. Почему на меня стоим, смотрим? Был вообще разговор, разбежаться, все вы здесь проживаете? Нет? Почему стоим здесь? Я нечетко выразилась. 180 и спрятался. Красавчик. Я думаю, я справилась. Привет! Привет! Что ты не помыкаешь? Где ребенка чая, где комфорт? Почему комфорт не сваренный? Что ему пить? Что тут вилки? Что тут ребенка? У тебя два три предмета. Че, дорогой, а что ты села? Почему ты с крючкой поедешь? Где крышка, я спрашиваю? Я где спрашиваю? Где крышка? Где х**а собачка? Вот и все. Где х**а собачка? Ты не отец. Может, я тебе скажу? Здоровая. Привет! Не хочешь приехать сюда? К маме? По выступлению? Что-то? Какое? Прийти посмотреть? Ну, приеду обязательно, посмотрю. Школа танцев Лайк Пан, встречайте! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо, Ангелия! Это наш большой старт. Она наша. Ты не прыгайся, работы много. Но ты мужчина у меня сильный. Руки в тебя. Ой, тут работы не пачатый край. Руки в тебя. Сильный и ты умный. Я знаю, что ты справишься. Мы справимся. Я тебя очень сильно сильно люблю. Ты моя самая лучшая. Самая любимая. Что изменилось в жизни пары после проекта, сейчас узнаем. Встречайте, Максим. Здравствуйте, Максим. Прошу, присаживайтесь. Ну что, рассказывайте, как вам живется теперь? Отлично, все в порядке. То есть вы назад к маме не вернулись? Нет. А вот сейчас, прожив какое-то время самостоятельно, вы считаете это верным решением? Да. Это лучше, чем жить в том скандалах, в этих упреках. Ну и на данный момент, как мы уехали, вот, только уехали, то уже мама начинает за тем, что мне делать. Извини, это уже твои проблемы, что ты будешь делать. Ну, мы сегодня об этом еще с вашей мамой поговорим. А супруга изменилась? Да, супруга изменилась. В какую сторону? В лучшую сторону. Какие изменения вы заметили? Она меня начинает слышать. Нет уже этих криков. Если мне надо куда-то поехать, она уже не кричит. Она говорит, вот опять ты едешь в гараж, с машиной ковыряться, или еще что-то. Нормально. То есть нет того, что было. Уже не грубости. Если я там что-то долго делаю, она обычно говорит, блин, ты медлительный, ты там долго все делаешь, ты там это. То сейчас это все спокойно. То есть ее предположение о том, что все ваши проблемы из-за того, что вы живете у вашей мамы, оправдались? Да. Хорошо. А скажите, Максим, что было самым сложным за время участия в проекте? Вот. Ну, наверное, это более, когда я с детьми остался. Для меня это было... Ну, сейчас вот я посмотрел, детки, они стали спокойные. Они уже... Она, ну, дочка, допустим, она уже не боится. Она спокойно идет уже, рассказывает. Приятно. Ну, видите, изменилась атмосфера в семье, изменились и дети. Давайте узнаем, что обо всем этом думает Валентина, жена Максима. Встречайте, Валентина Трофимец. Здравствуйте, Валентина. Прошу, присаживайтесь. Здравствуйте. Вы были инициатором у развода. Вы хотели подавать заявление. Говорили, видеть его больше не хочу, пускай к детям приходят, а меня оставят в покое. Теперь как? Что-то изменилось? Да, все изменилось. Я люблю своего мужа, я поняла, что без него не могу. И детям будет все-таки лучше вместе, когда папа, мама. А что произошло? За это все время мне показали, где я была неправа, где мой муж. Мне дали много совета, где я должна просто помолчать и успокоиться. Вот, потому что, по сути, мужчины, это дети еще. Им надо ласковее. Ну, по сути, надо. Ну, смотрите, вот я соглашусь, что мужчинам нужна ласка, но не соглашусь, что они дети. Ну, не все, возможно. Но мой муж, это еще, он, понимаете, он от мамы еще не отходил ни разу далеко, от маминого крылышка. Он прям все решается, там решится. Вот, я это поняла, что надо потихонечку. Не так, как я вот резко до вас взрослею. Нет, потихонечку. Сразу маму за дверью. За все это время я увидела большие шаги навстречу мне. Я увидела, что он хочет пытаться быть хозяином, хочет выглядеть в моих глазах мужчиной. Я это вижу, я думаю, у него все получится, действительно. И у нас не будет никакого развода. Правильно. Кроме того, я на это надеюсь. Главное, ценить те начинания, которые ваш муж пытается осуществить. Да. Я с многим не согласен по поводу того, что я не хотел отойти от мамы. Я с мамой не хотел жить еще только, когда я поступил в университет. Жить с родителями – это просто катастрофа. Когда тебе со всех сторон начинают говорить, ты не поставил чашку не так, ты не повесил полотенце так, ты не сделал то не так. И когда вот это один день, два дня, я еще согласен. Но когда это в протяжении десяти лет начинается со дня поступления в университет, извините, любого мужика нормального сейчас покажите, который скажет, ты хочешь с родителями, что вы еще смеетесь? Нет, конечно. Ну, Максим, теперь это все уже позади. У вас новая самостоятельная жизнь. С женой, которая верит в вас и которая считает вас мужчиной, способным организовать быт и семью. Скажите, Валентина, а что для вас было самым сложным за время участия в проекте? Для меня самое самое сложное в проекте это... Поездка в Нижем, да? А? Нет. Не подсказывайте. Нет. На самом деле мне было сложно искать квартиру. Я три дня падала с ног, я вешала объявления. Я хотела быстро, чтобы и вспеть за все это время, доказать мужу, что я действительно хочу не на словах, на деле. А скажите, Валентина, вот из испытаний, заданий, о которых мы с вами говорили, что было самым тяжелым для вас? Самым тяжелым было, это когда меня взяли в хореографию, три дня в поту, бежка. Я просто, ну, физически была такая нагрузка, что... Это очень почувствовалось. На самом деле я стояла, с меня все градом капало. Это было больно. И три дня не видеть маленького сына, три дня не видеть мужа. А скажите, какой урок вы из этого извлекли для себя? Я научилась слушать, в первую очередь. Понимать и доводить дело до конца. Вопрос. Если жизнь с матерью была такой сложной и такой невыносимой, почему ранее не было принято решение жить самостоятельно, до брака? Ведь, будучи студентом, можно жить в общежитии, можно там подрабатывать, снимать квартиру. Я учился на заочно, в университете, и как бы работал еще совместно. Сказать, что невыносимо, именно невыносимо, что это был сплошной ад проживания, нет, я этого не скажу. Вот. Я не говорю, что мама у меня плохая, она довольно хороший умный человек, я не вижу ничего. Ну, просто в действительности отдельно есть отдельно. Ты хозяин, ты что хочешь, что и делаешь. Я хоть, извините, меня голый могу выйти и походить по квартире, понимаете? А не когда я нахожусь, находясь в квартире или в комнате, будучи с женой или еще с кем-то. И вот так вот дверь открывается, свободные заходы. Вы меня извините, с какой мамой можно после жить? Макс, а знаешь, в чем проблема? Проблема в том, что до этого ты был собственностью матери, а потом стал собственностью жены. Я, к сожалению, через это тоже проходил. Но конфликт интересов двух женщин, двух серьезных, властных женщин. И когда пришла новая хозяйка, а старая хозяйка не считает себя прошлым, и в какой-то момент мать забывает, что она мать. Так вот я обращаюсь к Вале. Валюш, очень важно относиться к мужчине как к партнеру, который не просто создает ваш быт, но еще и ваш защитник. Потому что когда вы унижаете мужчину, ну, мужик может стерпеть унижение там от чужого, потому что он подумает, дать ему в морду или не дать. Но когда унижение от своей женщины, ради которой живешь, тогда жизнь перестает быть нужной. Послушайте, я то, что увидела, я увидела такое, знаете, как гнездо, где все ненавидят друг друга. И каждый ищет причину ненависти. Это то, что было раньше, да, Алена? Это раньше, раньше. То, что мы видели. То есть я комментирую то, что мы видели. Это гнездо, в котором каждый выплевывает часть яда, и оно же из этого гнезда не вытекает. Оно здесь остается. Часть яда потом впитывается в вас, и вы выдаете свой кусок обратно. Понимаете, я хотела спросить вот у Валентины, а мама свекровь помогала, когда лялечки были совсем маленькие? Ну, носилась, нянчилась, что-то можно было на нее оставить? Знаете, когда я родила первую дочь, я даже не хотела никого особо отпускать. Вот, вот, понимаете? Энергетика, вот я поняла, вы стали друг другу, вы ставили шипы. Пошла энергетика недоверия. Просто до этого была еще шипы, как только я пришла. Смотри, ты сказала, я тебе своих не дам, я тебе не доверяю. Она встала так в позу и говорит, а я тебе своего не очень даю. Понятно? То есть это вот пошло, доверь ей, дай детей. Муж не даться врать. Чем это заканчивается? Нет, это все началось со дня поселения, вообще, со дня поселения, моих родителей в эту квартиру. Ну, там вообще что-то не так с тем жилищем. Там у вас... Это не то, что не там. Это, понимаете, если рассказать всю суть, которая на самом деле там происходила, дыбом волосы станут, поверьте мне. Послушайте, есть такие дома, и я такие дома знаю. Дома, которые пропитаны, ну, скажем, магией, какой-то дрянью. И там люди нормально не живут. При том, что дом построен у нас на старом кладбище. На кладбище невозможно выращивать хороших детей, там справлять праздники и жить счастливо. Потому как энергетика этого места не позволяет это делать. Место должно быть очищено. Хотя бы ладаном или чем-то. Скажи, пожалуйста, откуда у меня такое предчувствие, что ты или с кладбища что-то достала? Что за кости у тебя в руках? Когда ты очень маленькая. Скажи мне, это кладбище было? Да, в детстве. Это было старое кладбище. Ну, как бы мы тогда еще не понимали. Мы копали земляночку обыкновенную. На кладбище? На кладбище. Ну, мы копались нормально с достаточно. Да, самого мы не докопали. Пришел мой брат старший. Да что ты здесь маленькая, да я тут стать не могу, давайте. Он показал, где копать. Я копаю и достаю кости человеческие. Кости? Да. Что вы с ними сделали? Мы, конечно, испугались. Мы так бросили по дереву, посмотрели. И все. Но потом как-то у меня вот шкрябало. Я просто пришла, их так назад положила. И сразу сама эта землянка как-то так накрылась, разбурилась. И все. Больше ничего. Потом, через какие-то годы, кто-то кровный ушел? Отца родной брат. Отца родной брат. Должен был уйти кровный мужчина. А вот кровный мужчина пошел откупам, откупным за вот этот грех разрытия могилы. Ну, там какие-то откупа должны были пройти. Потому что я считаю, что тот брата, отец, мужчина, это могила была мужчины, которого вы потревожили. И он должен был кого-то забрать из вашего рода. Маленький звоночек может быть. Вот она пришла опять на то место, где было кладбище, и стала жить с вами. И пошли чудеса. Сколько костей проходит через студента-медика? Причем, заметьте, непохороненных костей. Два курса минимум. И ничего мы не вспоминаем, ничего мы... Поэтому, я думаю, если покопаться у каждого в жизни было что-то подобное, что-то мистическое... Но при чем тут, подождите, кладбище, да, кости, и медики, кости? Я закончила мединститут Курилова, закончила Запорожский медицинский институт, фарфакультет. И я знаю, что такое анатомка. Так вы врачом не работаете? У меня со специальностью все окей. А в общей сложности, когда вот по нашей работе проходит изгумация, мы тоже поднимаем тело с кладбища. Боже мой, так вам же пороблено, ну. Пороблено, а не пороблено. А я больше склоняюсь к правду, что говорит человек, что что-то случается. И просто так оно не проходит. Костя, я больше верю... Максим, вы склоняетесь к той версии, которая снимает с вас ответственность. Я вообще вас не понимаю. Вы так скептически ко всему относитесь? Я не скептически, я подхожу к этому научно. Да что, до мистика. А у меня тоже вот была ситуация. Кстати, на кладбище. Еще мне было лет 13. И к бабушке мы приезжаем в деревню, ну и собираемся на бревне, поем песни, гуляем. И тут два мальчика предлагают. Пойдемте на кладбище посидим. Ну, идемте. Вечер темный, идемте. Что я там понимала. Приходим на кладбище. И два этих мальчика берут гитару, достают и начинают петь. На что я говорю. Ребята, ну, а им уже было, наверное, лет по 16. Говорю, ребят, ну, нельзя, наверное, петь. И могила, вот, я как сейчас помню, Оля была написана. И вот они поют что-то, песню про Олю, вот такое вот все. Потом эта могила нечаянно падает, этот памятник. В общем, такое происходит. Эти два мальчика разбились в автокатастрофе вдвоем на мотоцикле. Да. Ну и все. И мне, Юра, и я уже вижу. И я тогда, я в таком шоке была. Вот буквально прошло, может быть, месяц-два. 40 дней должно пройти. Да. Вот и все. И как в это не верить? Максим, мерилом всему здесь будут слова по вере вашей дано будет вам. Если вы верите в это, будет то, во что вы верите. Если Наталья верит в другое, в ее жизни будут происходить совершенно другие события. Вы знаете, я с вами согласен. Но когда в общей сложности с супругой возвращаешься домой, возвращаешься домой и видишь просто-напросто вокруг площадка и вокруг коврика посыпана соль, а в квартире три креста, начеркнули, непонятных целей. Так извините. Так а кто соль рассыпал? А кресты в квартире кто рисовал? Ну, я хочу сказать, что у нас очень распространена вот эта тенденция мистифицировать и все объяснять тем, что какие-то злые силы против вас. Вы взрослые люди и от вас очень много зависит. Как правило, мы сами придаем значение этим символам. Скажите, пожалуйста, как давно вы стали наблюдать, что у вас что-то не так? Все это начал я наблюдать полностью, все эти ситуации, когда еще был первый раз женатый. Новость о семье, которую вы узнаете сразу после рекламы удивит вас. Кто на самом деле хотел разлучить Валю и Максима? Не пропустите! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ